Расскажи, как ты пришла именно в клоунаду? Как клоунада? На самом деле мне было несложно, если можно сказать, прийти в клоунаду. Хотя, как это прийти? Это же не музей. Мне почему-то актерское мастерство, прямо мастерство, всегда ассоциировалось с юмором. И вот если уж что-то делать, если уж выступать на публике, то чтобы это было смешно. То есть по-другому и не надо выходить на сцену. Вот мне так казалось почему-то. Это когда я начала делать какие-то этюдики, номера, пробовать себя в пантемическом жанре, я поняла, что делать не смешно я не могу, мне не интересно. В процессе обучения появляются наработки, навыки, образ складывается. Так или иначе, укреплялось вот это вот желание и уверенность в том, что нужно заниматься клоунадой. Не сразу, конечно. Я пришла, получается, в студию в премием театре в 17 лет. Конечно, было поначалу, ну не совсем так, не совсем я была уверена в себе и не думала вообще о клоунаде, и вообще не думала, что у меня будет вот карьера клоуна. Я не думала об этом. И вот частый грим, вот эти все вещи, ну я не могу сказать, что они меня пугали, но должна сказать, что девушки редко, редко выходят вот именно в жанр клоунады и пантомим, потому что, ну, редко девушки хотят быть смешными. Ну, не бояться вот выйти на публику и открыть какие-то свои шлюзы. Хотя, я думаю, что зря, потому что девушки могут быть смешными не меньше, чем мальчики. Какая-то глупость считать, что девушки не смешные. Я вам это докажу.